У каждой структуры, которая так или иначе отвечает за безопасность граждан, есть свои методы реагирования на кризисную или нештатную ситуации. Но важно не просто теоретически знать, как действовать, но и на практике выработать совместные действия. Ведь пожарные МЧС, медики, администрации города и прочие ведомства, в том числе и СМИ, не могут работать на месте ЧП в одиночку. Необходимо действовать слаженно. Для этого существуют учебные тренировки, одна из которых прошла на днях в учебном центре Балаковской АЭС. Итак, на атомной станции якобы произошла нештатная ситуация. Как развиваются события дальше? Продумочную воду парогенератора номер один, байпасом на СВУ-3. Заказываем. В работе 3-2, 60-й, 70-й, 80-й. Поддерживают свойство расхолаживания 60 градусов в час. Директору главному инженеру объявлена аварийная готовность. Принято. Объявлена аварийная готовность по состоянию революционной обстановки на промплощадке. Продолжаем расхолаживание. Был обнаружен факт уже радиационной аварии. И через 15 минут от начала аварии было объявлено состояние аварийной готовности. Значит, в это время КЧСПБ, комиссия, она реализует определенные свои функции в части там эвакуационных мероприятий и принимает некоторые организационные решения. Не паниковать. Именно такую мысль пытались донести специалисты различных ведомств до участников учений. Необходимо дождаться официальной информации, чтобы знать, как действовать в случае нештатной ситуации. Ведь, к примеру, на той же АЭС радиация может пойти по направлению ветра. От этого будет зависеть и путь эвакуации. В каждом таком учении всегда работает аналитическая группа отдела радиационной безопасности, которая моделирует с помощью программных средств вот это распространение. С учетом реальной обстановки погодной она смотрит, как это распространяется, куда, какими локальными зонами. И они уже не только по мощности гаммодозы на местности, они еще и с совершенно другим критерием. Они активностью по выбросу определенных изотопов. Буквально через 15 минут я уже более-менее в деталях знаю, какова событийность и каковы возможные последствия. Как же жители смогут получить информацию о ЧАЭС? Во-первых, будет непрерывно звучать сирена. И не обратить внимание на нее будет невозможно. Тогда необходимо включить телевизор или выйти в интернет на официальные сайты администрации района, правительства области и выяснить, что случилось и какие действия необходимо предпринять. Горячая линия организовывается. То есть в первом сообщении вы получаете исчерпывающую информацию касательно, что произошло, какие последствия, какая оценка по НС, допустим, по шкале. Это сейчас вообще рекомендация международной практики. В любом случае сразу. Для того, чтобы отработать информационное взаимодействие, провели отдельную тренировку, в которой каждый участник выполнял свою роль. Пресс-служба давала официальные пресс-релизы. Журналисты транслировали их населению. Реагировать пришлось и на сообщения в социальных сетях, ведь именно там рождаются слухи и домыслы. И не зря говорят, что у страха глаза велики. По мнению всех сторон, самой сложной задачей во время тренировки было сдержать поток паники и успокоить жителей, донести до них правильный алгоритм действий. И в итоге слаженная работа всех структур получила хорошую оценку организаторов тренировки.